ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА Как только не называли это чудо человеческой мысли И потешной лошадью, и дрезиной, и диковинным самокатом, и машиной для бега Когда говорят о его изобретении, имеют в виду что-то давным-давно придуманное Ну, тоже мне изобрел Примерно так Но то, что это средство передвижения одной из главных изобретений человечества, спору нет И со мной сейчас согласится по меньшей мере миллиард человек Почему миллиард? Да потому что примерно столько на земле тех, кто его использует Не поняли, о чем я? Тогда вот вам простенькая загадка Кругленькие ножки едут по дорожке Раз нога и два нога, ну а спереди рога Вот подсказка вам, ребята Он быстрее самоката Хоть мотора тоже нет, звать его... Физкульт-привет! С вами Захар Спортивный комментатор детского радио Первый велосипед сконструировали из дерева Колеса, рама, седло В нем было все Вот только педалей не было Сидишь себе и толкаешься ногами Не велосипед, а деревянный велобег Ну, или беговел Потом к нему приделали и педали Но только когда это средство передвижения снабдили тормозом Он стал похож на современный велосипед А там и до соревнований было рукой подать Шоссейная велогонка, например, как вошла в программу самых первых олимпийских игр Так до сих пор и не выходит А самым популярным многодневкам отроду более сотни лет Что, Кирилл? Что такое многодневка? Да все просто! Это многодневная гонка! Ну, наверное, слышали такие названия Тур де Франс или Вуэльто Испания Наши спортсмены тоже в них соревнуются Молодая команда «Газпром Русвело», например, не в первый раз участвует в знаменитой велогонке «Джиро де Италия» Конечно, четыре тысячи километров проще пролететь на самолете Но куда как круче это расстояние преодолеть на велосипеде С ветерком и получить специальную победную майку Лидер Вуэльто получают золотую Тур де Франса – желтую А «Джиро» – розовую майку лидера Что же до однодневок, то есть однодневных гонок Это, знаете, тоже не жук чихнул 200 километров за один день Да еще и по дороге с сюрпризами То по агравию скрести То по брусчатке дребезжать То глину и лужи бороздить Для сигнала к началу гонки не только свисток используют Но и всякие электронные звуки и сирены Нередко и из пистолета стреляют Что, Настя, из какого пистолета? Ну, конечно же, из стартового, сигнального Зачем нам боевой? Мы же не на войне Хотя когда-то существовали и велосипедные войска Боец на велосипеде считался почти кавалеристом А армейский велосипед был эдаким конем педальным На этих железных конях разъезжали связисты и патрули А еще были велоточанки Это когда к велосипеду сзади прицепляют повозку с пулеметом И на руль оружие крепили тоже Кстати, тогда же были придуманы и складные боевые велосипеды Чтобы их можно было легко переносить на себе Велосипедные войска до сих пор, кстати, существуют Вот, например, в швейцарской армии Но давайте-ка вернемся с порт На мирный велотрек, то есть на замкнутую овальную дорожку С деревянным или бетонным покрытием Это самый дорогой вид велогонок Во-первых, построить велотрек стоит огромных денег Во-вторых, настоящий облегченный трековый байк Тоже весьма недешев Что, Сев, почему байк? Да потому что байк – это велосипед Другое дело, что с недавнего времени байком называют еще и мотоцикл Сокращая слово «мото-байк» Но велосипедисты с вами, конечно же, не согласятся В какой-то момент времени любители велосипедных прогулок Решили заняться покорением гор Сколько железных коней они переломали в горах, ой, и не сосчитать И я еще молчу об остальных переломах Далеко не сразу, но все-таки горный велосипед То есть маунтинбайк был таки изобретен Ура! И появилась спортивная дисциплина с таким же названием Маунтинбайк А гонки по холмистой трассе со спусками, подъемами И всяко разными препятствиями Кросс-кантри Даже стали олимпийским видом спорта А вот главный закон подлости велосипедистов Удалось обойти только тогда, когда был придуман Даунхилл – скоростной спуск по склону на горном велосипеде Что, Вер? А, закон подлости Ха! Ну, он гласит, куда бы ты ни ехал, это всегда будет в горку Кстати, если вы не верите, садитесь на велосипед Совсем не обязательно заниматься им профессионально Миллиард велосипедистов во всем мире не то, что не мечтают Понятий не имеют ни о каких желтых майках лидера Ну и самые обычные покатушки – это, во-первых, хорошее здоровье Во-вторых, красивые мышцы и, в главных, большое удовольствие Если, конечно, соблюдать правила безопасности Никогда не кататься там, где машины ездят И обязательно надевать шлем Голова вам еще пригодится, мои юные болельщики Ну, а с вами был Захар – спортивный комментатор детского радио Оле-оле! Оле-оле-оле-оле-оле!